Урок 5. Каскадирование и реализация стратегии. В этом уроке мы обсудим последние два шага процесса стратегического планирования. Шаг 4. Каскадирование стратегии. И шаг 5. Реализация стратегии. Начнем с каскадирования. Что такое каскадирование стратегии? Итак, представьте, что у вас есть стратегическая карта уровня топ-менеджеров с какими-то бизнес-целями. Что если вы покажете эту карту линейным сотрудникам? Они поймут общую идею, но им будет трудно использовать эту стратегическую карту в качестве ориентира, в качестве повседневного инструмента. Для них она не будет достаточно конкретной. Если мы хотим эффективно реализовать стратегию, хорошо это сделать, нам необходимо обсудить, что стратегия верхнего уровня означает для других уровней. И как они могут внести свой вклад. Это основная задача каскадирования стратегии. Представьте, что мы обсуждаем стратегию и рядовой сотрудник из одного из подразделений предлагает отличную идею. Следует ли нам учитывать эту идею в стратегии более высокого уровня? Конечно. Но в этом случае термин каскадирование не очень помогает, поскольку каскадирование подразумевает подход сверху вниз. По лучшим терминам было бы согласование. И этот термин описывает ту же идею достижения согласованности между целями различных уровней, но не указывает на конкретное направление, которому нужно следовать. Вместо того, чтобы спрашивать, как каскадировать стратегию по всем бизнес-подразделениям, лучше спросите, как согласовать бизнес-подразделения вокруг общей стратегии. Еще один важный вопрос о каскадировании или о согласовании стратегии – это то, как связаны разные уровни. Как мы показали в статье «Каскадирование стратегии», лучшая практика заключается в каскадировании по бизнес-целям, не по KPI. Что значит каскадировать по бизнес-целям? Это означает, что на каждом уровне мы обсуждаем, как лучше всего помочь достижению стратегической цели. Давайте обсудим это на примере. Представьте, что у нас есть разные уровни организации. Назовем их уровень 1, 2 и 3. Уровень 1 – это CEO. Уровень 2 – это команда маркетинга. И уровень 3 – команда копирайтеров. На первом уровне генеральный директор сформулировал стратегическую цель – развитие бизнеса на немецкоговорящем рынке. При каскадировании на уровень 2, эта цель может выглядеть как создание контента для немецкоязычной аудитории. При дальнейшем каскадировании на 3 уровень, эта цель может быть сформулирована как создать 10 статей в соответствии с установленными стандартами. Мы провели каскадирование по бизнес-целям. Теперь на каждом уровне мы можем определить какие-то KPI, чтобы сделать эти цели более конкретными. Ну и, разумеется, некоторые из этих KPI будут способствовать достижению KPI более высокого уровня. То есть между ними будет связь. Теперь давайте рассмотрим, почему каскадирование по KPI, изначально, если мы это будем делать не по бизнес-целям, а сразу мы это будем делать по KPI, может быть, плохой идеей. КПИ для первого уровня может быть количество качественных потенциальных клиентов с немецкоязычного рынка, немецко-говорящего рынка. Давайте попробуем каскадировать этот KPI, этот KPI первого уровня на второй уровень. Показатель количества качественных лидов имеет определенный смысл для маркетинговой команды, поскольку маркетинговая команда будет носить свой вклад в этот KPI. Тем не менее, есть некоторые сомнения. Маркетинговая команда не единственная, кто занимается привлечением потенциальных клиентов. Может ли маркетинговая команда нести 100% ответственности за этот KPI? Думаю, ответ нет. Разница простая. Первый подход предполагал, мы это явно не указали в начале, но он предполагал некое обсуждение. Как это обсуждение могло выглядеть? Севу говорит, мы нацелены на немецкий рынок. Отлично. Маркетинг говорит. Отлично, а чем может помочь отдел маркетинга? Создать контент? Превосходно. Следующий логичный вопрос, а как создать хороший контент? Изучаем лучшие практики и разрабатываем какие-то стандарты. Команда копирайтеров следует этим стандартам и создает контент, который привлечет больше посетителей на наш сайт. Похоже на отличный план. Теперь все знают, в чем их роль. Это был первый подход. При втором подходе к каскадированию по KPI мы задаем цели или индикаторы без какого-либо обсуждения. Вот наши KPI и покажите, где будет ваш в них вклад. Рекомендации. Убедитесь, что вы выполняете каскадирование или согласование по бизнес-целям, не по KPI. Как только вы определитесь с целями для каждого уровня, попробуйте найти соответствующий KPI для этих локальных целей. И, возможно, их можно будет связать с KPI других уровней. Как каскадирование работает на практике? Если вы используете программное обеспечение для автоматизации, такое как BAC Designer, то это просто. Я рекомендую посмотреть обучающее видео в соответствующем разделе руководства пользователя, чтобы узнать больше о необходимых шагах, о необходимых функциях. Теперь поговорим о реализации стратегии и отчетности. Это пятый шаг в подходе к стратегическому планированию, в процессе стратегического планирования. После того, как стратегия была правильно определена, описана и каскадирована, она готова к выполнению. Как выполнить эту стратегию? Вот что нам предлагает процесс стратегического планирования. Следуйте логике целей, отображаемых на карте стратегии. Отслеживайте показатели действия, чтобы подтвердить усилия, которые ваша команда вкладывает. Отслеживайте показатели результата для подтверждения достигнутых результатов. Работайте в соответствии с инициативами, с теми инициативами, которые определились раньше. Используйте дашборды для визуализации важной информации о производительности. Проводите анализ разрывов и похожие виды анализов. Сравните ожидаемые показатели с фактическими результатами. Регулярно пересматривайте свои KPI инициативы. Попутно учитесь, записывайте интересные находки. Ну и последний пункт. Пересмотрите свою стратегию, чтобы рассмотреть, чтобы включить в нее новые гипотезы. Ну, разумеется, программы, программа обеспечения для автоматизации, она поможет справиться с этими задачами более простым способом. Практическая задача для этого урока. Ознакомьтесь со статьей, ссылку вы найдете в материалах, которая называется «12 примеров, как компании каскадируют стратегию цели и показатели». После ознакомления с этой статьей попробуйте найти, согласно инфографике из этой статьи, тот подход к каскадированию, который используется в вашей организации, чтобы понять, где вы находились сейчас. Вторая идея, которую вы можете попробовать, это выбрать несколько проблем, с которыми вы недавно столкнулись, с которыми ваша организация недавно работала. И посмотрите на них с точки зрения таких моментов. Очевидный момент. Какова была ваша стратегия ответа на эту проблему? И были ли для решения этой проблемы задействованы разные уровни вашей организации? И если да, то как стратегия была объяснена различным уровнем, различным бизнес-подпроизведением? Участникам преминальной программы рекомендую связаться с своим тренером для дальнейшего обсуждения и для решения вопросов, если у вас они возникнут. Продолжение следует... Продолжение следует...